Девушки отдыхают Мне нужно с тобой поговорить А мне нужно к Лене Подожди, пять минут, прошу Оль Олюшка Я, я, я не знаю с чего Я так виноват перед тобой Я прошу, прости меня Вадик, прекрати, что ты делаешь Вы моя семья Мне все равно от кого Лена, она моя дочь Вадик, встань, люди смотрят Да пусть смотрят Встанели, я уйду Хорошо Мне Лена Передала диск с вашим поздравлением Я, я смотрел его И просто плакал Я не могу без вас Ты простишь меня? Я не готова это сейчас обсуждать Но Лена, она тебя ждет Спрашивает о тебе Чего же мы стоим Я ей гостиницев принес Ладно, пойдем А ты общалась с врачом? Что он говорит? Отстань, пожалуйста Лена Смотри, кто к тебе пришел Папа! Доченька Как же соскучился Пойдем Тут фруктов принес Ленусь Ты прости своего папу Столь глупости натворил А ты получил подарок? Да Это было самое лучшее поздравление в моей жизни Никто, кроме моих любимых девочек Никогда меня так не поздравлял Я рада, что тебе понравилось Как хорошо, что ты пришел Ну, как я мог не прийти Как ты тут? Сейчас гораздо лучше А скоро мне сделают пересадку И я совсем поправлюсь Сыграешь с нами в игру? Конечно Я в твоем полном распоряжении Так И как в нее играть? На, бери Смотри, так расставляй И выбирай себе фишку Вот у меня фрагмента Кидаю кости И смотрим две карты Настройка Так, берем, значит, три карты Смотрим, что на них написано Я дома Алик Привет Привет А что за радость? У нас получилось Что? Ты о чем? Я беременна Да? Да, у нас будет ребенок Это точно? Ну, если ты не веришь Я могу показать тебе снимки УЗИ Да, ну, кажется, ты совсем не рад Нет Да нет, что ты, я рад Рад, конечно, рад Просто Врачи же, кажется, говорили Что нужно еще что-то дообследовать Или Эти врачи перестраховщики Ну, или просто денег хотят Я так счастлива Я так хотела малыша Да, это просто замечательно Это замечательно Оля, а что это за спонсор, про которого ты говоришь? Один бизнесмен Он давно занимается благотворительностью Хорошо, что ты его нашла Выглядишь измученной Устала Я готов подменять тебя в больнице И деньгами помогу Правда, я дурак Не послышал тебя с этим магазином И теперь дела у меня не очень Я слышал, к тебе мама приехала Да, мама мне очень помогает Ты можешь ее отпустить И если хочешь У нее сердце больное И вообще Мама останется Конечно Как скажешь Ты завтра приедешь? Понимаешь, тут такое дело Я же от Жени ушел Не мой это человек И вообще Вадик, я понимаю На что ты намекаешь Но я так не могу Ты нас вычеркнула С своей жизни А теперь хочешь Чтоб я тебя вот так вот просто простила Нет Конечно Я понимаю Сложно будет заслужить твое прощение Просто мне сейчас Совершенно некуда идти Может, пустишь к себе Если не можешь, я пойму Я вон На складе переночую Денег на съемную квартиру У меня сейчас все равно нет А когда появятся Я лучше тебе их отдам На погашение кредита И лечение Леночки Ладно Зачем ночевать на складе? Поехали к нам Нет, нет Это моя семья И мой ребенок Все, не звони мне больше И все-таки я ему не верю Предавший виножды Сделает это еще раз Мам Я за него замуж опять не собираюсь Но если бы ты видела Как ему обрадовалась Лена А состояние Лены Сейчас для меня самое важное Ну, стели Тук-тук Привет Привет Это тебе Тебе что-то нужно? Ром Ну, не обязательно меня Все время в чем-то подозревать Мы же решили жить дружно Так? Ну, не мы, а ты Тебе очень сложно понять То истеришь То вдруг Мир тебе нужен Ну, прости Ну, правда У меня в последнее время Скачет настроение Наверное Беременность сказывается Ты беременна? Поздравляю Теперь отец От тебя точно никуда не денется Рома, послушай Вот мне сейчас Очень важно Что ты скажешь Вот как ты думаешь Саша согласится Вернуть старую математичку Ты знаешь Мне перед женщиной До сих пор Очень неудобно Ну, правда А эта новая Она очень плохо Влияет на Алису Алиса в последнее время Стала плохо спать И вообще вся какая-то На нервах Слушай, ну Мне нравится Регина Андреевна Но в этой новой Я ничего плохого не заметил Или тебе объяснить Что она молодая И красивая Кто? Она красивая? Скажешь тоже Красивая Ну, хорошо Если ты мне не веришь Ну, спроси у Тамары Ильиничной Она тебе объяснит Что в последнее время С Алисой потворится Что-то неладное Я пыталась с Сашей поговорить Но он даже слушать меня не хочет Ну, может быть, ты ему скажешь А? Я не знаю Ну, ладно А пирог, кстати, очень вкусный Даже я не удержалась Хотя не люблю мучное Попробуй Тёща Тамара Ой, Ромка К усочничать пришёл У меня ничего не готово Дождись обеда Да не Я хотел спросить про Алиску Как у неё настроение Ты тоже заметил С ней что-то не так Бедная моя девочка При отце вроде бы держится А придёт к себе в комнату И плачет Я же всё слышу Вы серьёзно? Да А отец-то в курсе? Да, я сказала По-хорошему Её бы надо врачу показать Ну, Александр Петрович Томки тоже Я не поймусь С ней что-то не так С ней что-то вне Макить И даю Ой, здрасте. Ольга Васильевна, Алиса наверху. Ждет вас. Пойдемте. Дорогой, привет. Елена, привет. Как ты себя чувствуешь? Да ничего, нормально. Здравствуйте. Я пойду к Алисе? Да-да, конечно. Подождите. У меня к вам просьба. Пожалуйста, будьте поаккуратнее с Алисой. В последнее время она стала очень нервная. И я хочу заметить, после того, как вы оказались в этом доме. Я? Смотри, дорогой, твой хваленый педагог даже не может заметить, что происходит с ребенком. Ян, ну что ты такое говоришь? Успокойся, пожалуйста. Я говорю очевидные вещи. Успокойся, пожалуйста. Мы разберемся, хорошо? Не обращайте внимания. У нее сейчас токсикоз и нервы не к черту. Извините, пожалуйста. У вас будет малыш? Да. Поздравляю. Спасибо. Я пойду? Да-да. Я решила. Угу. Посмотрим. Так. Угу. Угу. Какая ты умница. Молодец. Мы обязательно расскажем про твои успехи папе. Угу. А знаешь что? Хочешь задачки еще посложнее? Угу. Да, тут придется поломать голову. Но если ты все решишь, я отведу тебя в политехнический музей. Там очень интересные экскурсии. Ромка раньше ходил туда, но меня с собой не брал. Черт. И вообще он меня дурочкой считает. Ну, иногда может и пожалеть, но обычно меня обзывает. А знаешь, я думаю, у него просто очень колючий возраст. А на самом деле он тебя очень любит. Все равно обидно. Я понимаю. Но ты ему говорила, что тебя это задевает? Нет. Я обычно обзываю его в ответ. Ну, вот видишь, как он поймет, что ты чувствуешь на самом деле. Я просто не могу сдержаться, когда он так себя ведет. Значит, нужно тренироваться. Попробуй с ним не разговаривать какое-то время. Ладно, малыш, давай, целую. Ложись спать. Давай, пока. Привет. Привет. А мама? Спит. Ты чего-то сегодня поздно. Занималась с Алисой, дочка Александра. Александр это благотворитель? Слушай, а он на тебя часом не запал? Брадик. Ну, ведь ты на него. Иначе зачем в такую даль ездить? Вместо того, чтобы дочкой заниматься. А ты считаешь, я мало занимаюсь своей дочкой? Все, что я делаю, я делаю для нее. Ладно, не заводись. Я не это имел вину. Алисе нужен был репетитор. Это хоть какой-то способ отблагодарить Александра за его помощь. И потом, хоть анализ не подтвердил родства между Александром и Леной, но Алиса не кажется мне чужой. Я не знаю, это сложно объяснить. Подожди. То есть, ты думаешь, что она может быть нашей? Может быть. Алиса не может быть. Свет, ну все, я уже лечу. Давай. Яна Владимировна. Вы что здесь делаете? Вы не брали трубку, вот я и приехал. За вами должок. Я не брала трубку, потому что нам больше не о чем говорить. Был уговор, что вы возвращаетесь к жене и делаете все, чтобы она забыла дорогу в этот дом. Вместо этого она продолжает здесь регулярно околачиваться. Поэтому я вам больше ничего не должна. Тогда я пойду к вашему муженьку. Расскажу, как вы одурачили его. Что? Моя Оленка, она ведь дочка вашего мужа. Я прав? С чего вы это? Значит, я прав. А у вас дома, стало быть, живет моя кровная дочь. И вы надеялись отделаться от меня теми копейками, которые пообещали? Ну ты и сволочь. Это только твои нагадки. Это нетрудно проверить. Могу намекнуть жене, что неплохо бы пересдать анализ. Но если ты будешь благоразумна, я сделаю все, чтобы подобная мысль не пришла ей в голову. Сколько ты хочешь? Ну, столько у тебя с собой навряд ли есть. Но мы можем прокатиться до ближайшего банка. Роман, ну пойдем играть в прятки. Алис, ну какие прятки? Ты же уже большая. Ну и что? Пойдем. Рома, ну давай, пойдем. Ну ладно, ладно. Давай, считай до десяти. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ой, это мой маленький. Семь. Восемь. Хороший. Девять. Восемь. Пять. Я тебя вижу. Ух ты. Откуда он взялся? Я не знаю. Он сам к нам подбежал. Похож на маминого ушастика. Слушай, только не говори Яне. Ему ведь нужен дом. Ладно, не скажу. Он, наверное, голодный. Будь здесь, пойду чего-нибудь принесу. Я буду звать Малыш. Запомнила. Малыш. Ты такой универальный. Женька, ты с ума сошла? Нас могут увидеть. Я так соскучилась, я больше не могу. Мне к Ленке надо зайти. Женька. Ладно, Лариса, поехали. Вадь, телефон. Жень, принеси, пожалуйста. О, тихо. Да, дочь, привет. Пап, почему ты не приехал? Да понимаешь, у меня тут на работе полный завал. Нужно здесь быть. Пап, отставляешь? Вера умерла. Кто такая Вера? Девочка, которая лежала со мной в палате. Ленусь, ну давай уже, успокаивайся. Девочек, конечно, жалко, но тебе сейчас в твоем состоянии нельзя нервничать. Пап, приезжай ко мне. Прости, я сейчас никак не могу. Но я тебе обещаю, скоро я обязательно приеду. Давай, пока, целую. Так что, Ленка дочь богатея? Да, представляешь? Это хорошо. Значит, у нее есть шанс поправиться. С деньгами все проще. Теперь главное, придумать, как с этого заработать нам. Нам? Привет, красавица. А я тебе витаминчиков принес. Лена, ты меня слышишь? Господи, что с тобой? Сестра! Сестра, скорее сюда! Скорее сюда! Там девочке плохо. Спасибо. Спасибо. Не пугай нас так больше, пожалуйста. Верочке ты этим уже не поможешь. Знаешь, как я поступаю в таких случаях? Я говорю себе, я подумаю об этом потом. И просто силой заставляю себя думать о чем-нибудь другом. Хорошо, я постараюсь. Вот и молодец. Вы побудете с ней до прихода кого-нибудь из родных? Да, конечно. Понимаете, так иногда, к сожалению, бывает. В какие-то минуты пациент бодр и весел, а в какие-то очень слаб. Тем более на фоне такого эмоционального потрясения. Так что одну я бы ее сейчас не оставлял. Да, я понимаю. Спасибо вам. Ну, все в порядке. Лен, мне тоже очень жаль Веру. Но мне кажется, сейчас очень важно подумать о маме. Она все для тебя делает. Да, я знаю. Простите. Да, ну что ты. Ты не должна извиняться. Ты же ни в чем не виновата. Просто нужно держаться, нужно собраться и выздороветь как можно поскорее. Хотя бы ради мамы. Она тебя очень любит. Сука. Мама. Надо поговорить. Давай, поговорим. В детское время пропадаешь. Так что значит, где пропадали? На работе. А потом, что за то? Ты в курсе, что у Алисы серьезные проблемы с нервами? Что она постоянно ревет по ночам, а тебе все равно? Вместо того, чтобы решить проблему, ты наил какую-то новую математичку, которая дает ей странные советы. Мама бы такого не допустила. Рума, не горячись. Я тоже думаю обо всем этом. Вот как раз сейчас я нашел психолога. Для Алисы. Приличного. Первому попавшемуся же не пойдешь. И потом, мне тоже очень не хватает мамы. и я понимаю, что не справляюсь-то, как справилась бы она. Но я буду стараться. Правда? Ладно. Не пойду. Давай. Алло, Ольга, здравствуйте. Простите, что так поздно звоню. Да, мне не очень удобно об этом говорить, но занятие с Алисой, наверное, придется прервать. Нет-нет, с вами все в порядке. Нет, просто у нас в доме напряженная обстановка, и я думаю, что так будет правильнее. Давай, идите. Борис Данилович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Можно? Я с мамой, ничего. Ничего страшного, проходите, садитесь. Ольга Васильевна, пришли анализы родителей уехавших за границу. Они не подходят. Поиски в международном банке тоже задерживаются. А девочке все хуже. Нужно начинать курс химиотерапии. Ничего, ничего. Образ надо. Если вы согласны, подпишите. Давай, кушай, малыш. Молодец. Погодно тебе мой. Это что такое? Это Яночка. Он тут... Мне папа разрешил. Вот уж не ври мне. Папа не мог такого разрешить. Убери его отсюда немедленно. Но он же маленький. Куда он пойдет? Меня это не волнует. Я сколько раз говорила, что в этом доме никогда не будет собак. Лучше меня не зли. Иначе я все расскажу отцу и пойдешь жить к своей настоящей матери. Ты этого хочешь? Нет, он останется. Я сказала, дай сюда. Малыш! 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 Верни его! Малыш! Распоряжение. Возьмите почтуру. У нас весь товар задекларирован. Ну, значит, не о чем беспокоиться. Проверим и заберете все обратно. Я ничего не понимаю. Я же с ними договорился. Алиса, доченька, а что с тобой? Что-то случилось? Ничего. А где Ольга Васильевна? Она сегодня не придет. А когда? Ты знаешь, наверное, придется сделать паузу в занятиях. Алиса, нам с тобой нужно съездить кое-куда. Я не хочу никуда ехать. Ну, конечно, она поедет. Правда, милая? Алиса. Что? Ну, ты же не хочешь расстраивать нас с папой? Да, конечно. Ну, вот и хорошо. Ты сейчас пойдешь оденешься и поедешь. Угу. Ну, вот и молодец. Не берет? Побежал к девице. Вот увидишь. Опять ты начинаешь? Ведь знала, что ему нельзя верить. Он же тебе дочь в гробе. Ты что, не видишь? Мам, дело не в Вадиме, а в том, что у нас нет донора. Алиса, я тебя очень прошу, мы сейчас идем к Лене. Успокойся, пожалуйста. Ну, ладно, ладно. Так. Ну, что тут у нас? О, хорошо. Можно я посмотрю? А где же твой папа? Может, ты нарисуешь папу? Я лучше дома нарисую. Я устала. Да, да. Конечно. А можно я задам тебе несколько вопросов? Мы всех участников выставки спрашиваем. Зачем папа меня сюда привез? Не надо отдавать это на выставку. Ну, если ты хочешь, ты можешь дома нарисовать новый рисунок и передать через папу. Только не отказывай мне, пожалуйста. Иначе выставка не состоится. Ладно. Я буду задавать вопросы быстро. А ты сразу отвечай, хорошо? Так интереснее. Готова? Да. Сколько тебе лет? Десять. Если бы ты могла стать птицей или животным, кем бы ты хотела стать? Собакой. Нет. Никем. Где ты мечтаешь жить? Дома. У тебя есть друг? Как его зовут? Никак. Ну, назови хоть кого-нибудь. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна. Ты хочешь братика или сестренку? Мне все равно. Вот и все. Ты молодец. Я отойду на минутку. А ты пока посмотри рисунки других ребят. Ольга Васильевна. А ты когда приходишь? Ну, что я могу вам сказать? У девочки депрессия. Вот как? Такое ощущение, что она пережила сильное эмоциональное потрясение. У вас что-то случилось дома? Да нет, дома все в порядке. Бывают какие-то мелкие стычки со старшим братом, но никаких конфликтов не было. Угу. Я предлагаю вам поводить Алису на терапию. Ну, как минимум один раз в неделю, а лучше два. Ну, хорошо. Хорошо. Если вы считаете, что это необходимо, то, конечно. И я бы посоветовала вам как можно больше времени проводить с дочерью. И постараться быть с ней предельно откровенным. Для того, чтобы вновь завоевать ее доверие. А что вы имеете в виду под откровенностью? Ну, постарайтесь с ней поговорить о том, что вас тревожит. И, может быть, она ответит вам тем же. О своих проблемах говорить с десятилетним ребенком? По-моему, это какой-то странный совет. Вообще, мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Алиса, ты зачем это сделал? Милая, что случилось? Простите, я не знаю, что на меня нашло. Я испортила вашу выставку. Не переживай. Это же только черновики. Все ребята дома сделают новые рисунки. Как и ты. Да? Мам, а химиотерапия, это больно? Нет. Доктор сказал нет. Мам, ну ты не волнуйся. Все будет хорошо. Какая же ты у меня умница. Я тебя люблю. А я тебя очень-очень люблю. Мам, а когда папа приедет? У папы разряжен телефон, я не могу до него дозвониться. Поэтому он пока ничего не знает. Понятно. А Александр Петрович, он придет? Думаю, нет. Ну, что ж, своя семья, жена, дочка. Передавай ему привет от меня. Он очень хороший человек. Да. Повезло его дочке. Ну, ничего. Нам с тобой тоже обязательно повезет. Правда? Угу. Иди ко мне. Ну, что, Алис, может съездим куда-нибудь? Погуляем. Куда ты хочешь? В политехнический музей. Почему именно в политехнический музей? Ну, меня туда Ольга Васильевна обещала свозить. Ольга Васильевна? Надо же. А я думал, она тебе не нравится. Нет, она мне понравилась. Ты ее уволил? Нет. Нет, что ты. Конечно, нет. Просто, ну, у нее сейчас проблема. У Ольги Васильевны есть дочь Лена, а она твоя ровесница. И она сейчас очень больна. Ей нужен донор, здоровый человек, клеточки которого могут ей подойти. Понимаешь? И этого донора найти пока никак не удается. Почему? Она что, умрет? Нет. Нет, конечно, нет. Не думай так. Нет. Просто донора найти сложно. А родственников у Лены нет. Ну, из тех, кто мог бы ей подойти. Там, понимаешь, как вышло, когда она родилась, ее перепутали с другим ребенком. И получается, что Ольга Васильевна не родная мама Лены. И она сейчас ищет настоящих родителей, чтобы спасти ее. Значит, ее перепутали? Да, представляешь, как бывает. Ты чего? Ты чего? Ну? Солнышко, ну не расстраивайся, пожалуйста. Ее обязательно вылечат. Слышишь? Все. Успокойся. Все хорошо. Зачем я тебе это рассказал? Небо, пусть солнце засияет вновь. Небо, и озарит весь мир любовь. Небо, сохрани, небо с дверей. Алиса! Алис! Алис! Эй! Что случилось? Ничего. Из-за щенка, что ли? Он убежал? Я заходил, его нет. Да он не убежал, это она его, и тоже из-за меня. Ничего не понимаю. Она это кто, Яна? И что значит, тоже? Я не хочу об этом говорить, уходи. Я не подумаю никуда уходить, пока ты мне все не расскажешь. Если я тебе расскажу, ты перестанешь со мной разговаривать. Я не твоя сестра. Что ты такое говоришь? Да это я. Я попросила Яну поменять анализы, чтобы папа не узнал, что другая девочка его дочь. Не отдал меня чужим людям. Я тогда не знала про дочку Ольги Васильевны, а она такая хорошая. А что окажется, если она моя мама, а ее дочь папина? И она умрет из-за меня, как малыш. Бедный малыш. Она его выкинула. Так, давай еще раз. И поспокойней. С анализов. Кто и что поменял. Так, все, Ян, я погнал на работу. Ничего не забыл? О, часы, как всегда. Пойдем, пойдем, пойдем. О, детки, доброе утро. А что случилось? Алиса, ты плакала? В чем дело? Так, я не поняла, это что, из-за собаки? Ну, мы же договорились. Какой собаки? Олег, ну ты же знаешь, что у меня аллергия. А сейчас, во время беременности, она дико обострилась. А они притащили какого-то блохастого пса. Это не про собаку. Это про то, как ты подменила анализы отца. Что за бред? Помолчи. Продолжайте. Давай. Ты сможешь. Все будет хорошо. Алиса. Папочка, прости меня. Это я попросила Яну подменить анализы. Чтобы ты не узнал, что другая девочка твоя дочь. Что? Господи. Ну, хватит нести всю эту чушь. Нет, ну надо же, какая богатая фантазия, а? Замолчи. Да, Саша. Пожалуйста. Господи. Может, мне уже плохо. Несу такую чушь. Вообще ничего не понимаю. Какой-то бред. Алиса. Ты знала, что я сдавал анализы на родство с другой девочкой? Это дочь Ольги Васильевны, да? Да. Солнышко мое. Бедная моя, бедная. Ты меня не бросишь? Да что ты, Алисенька. Что ты? Ты же моя любимая девочка. Конечно, я тебя не брошу. Да. Да. А где девочка? Лена, которая здесь лежала. Что с ней? Ее на химиотерапию перевели. Стерильный бокс. Соседнее отделение. Хорошо. Спасибо. Куда вы? Вас все равно туда не пустят. Мужчина, вам сюда нельзя. Простите, очень надо. Оля! Все в порядке, Нина Васильевна? Ольга, я отец Лены. Подождите, что вы такое говорите? Я ее отец. Анализы, их просто перепутать. Я так и знала. Это точно? Абсолютно. Ну как их могли перепутать? Ну это... Сейчас неважно. В общем так, мой Ромка, мой сын, он сейчас здесь. Так получается, что он родной брат Лены. И он хочет провериться на совместимость. Если он подойдет, может ли он быть донором? Потому что они с Леной по документам не родственники. С этим мы как-нибудь разберемся. Так, вам надо срочно в лабораторию сдать анализы. Оля знает, где это проводят. А мне нужно сказать, чтобы Федоровы пока ничего не вводили. Поторопитесь. Да, хорошо, спасибо. Так, ну и еще. Алиса тоже здесь. И она все знает. Я не мог этого даже предположить. В этой клинике наша семья наблюдается много лет. И, конечно, от Яны я такого не ожидал. Ну как же так? Она сама скоро станет матерью. Так рисковать жизнью одного ребенка и психологическим состоянием другого. Простите, это не мое дело. Да, теперь выходит, что и ваше. Здравствуйте. Привет, Ром. Спасибо тебе большое. Да, подождите, пока не за что благодарить. Ромка, пойдем в лабораторию, нас там ждут. Привет. Пойдем? Пойдем в лабораторию, нас там ждет. Пойдем. Свет, спишь? Миша, обещала перезвонить. Да мой дом они ночуют, прикинь? И сопляков своих забрал в городскую квартиру. Ну что значит предупреждала? Прости, Свет, скажи, а у тебя есть хороший врач? Не можешь сейчас говорить? На Мальдивы улетаешь. Ну понятно. Ну ладно, давай, пока. Тоже мне подруга называется. Сейчас освобожусь, подойду к вам. Это Родионова. У меня очень хорошая новость. Рома подходит в качестве донора. Только подготовку нужно начинать прямо сейчас. Так что, Рома, мы с тобой отправляемся в стационар. Рома, спасибо тебе огромное. Ну что, я, это же моя сестра получается. А я так к вам сразу отнесся. Ничего, ты настоящий герой. Да, парень, ты молодец. И вам, Александр, мы очень благодарны. Ну все, пойдем. Вам, кстати, тоже нужно подойти, подписать кое-какие документы. Хорошо, я сейчас. Я с Алисой приехал, она там на улице. Побойте с ней, пока я все уложу? Конечно, с удовольствием. Наконец-то с дочкой познакомлюсь. Пойдем. Ну что, можем идти? Да, конечно, я вас провожу. В порядке? Вроде. Не страшно. Алиса? Оля! Привет, моя хорошая. То есть, я хотела сказать мама? Ничего страшного, говори, как тебе удобно. Это Вадик, познакомься. Какая же у меня красавица дочка. Получается, я твой папа. Ну что, обнимемся? Вадик, сбавь обороты. Нам всем нужно привыкнуть к этой ситуации. Да? Но мы обязательно подружимся, правда? Конечно, подружимся. Мы с моей Ленкой вообще лучшие друзья. Неужели я со своей кровной дочкой не положу? Мы с Ленкой все делаем вместе. Гуляем вместе, в кино ходим вместе. Мы маме помогаем, и то вместе. Сама собрала быкет? Красивый. Да, слушаю. Да, спасибо, сейчас подъеду. Спасибо. 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 Как я вам уже и говорил, администратора, выдавшего поддельный бланк, и ищут, но в полицию мы пока не обращались. Понимаете, тут довольно деликатное дело, а скорее всего, выдачу поддельных анализов инициировала ваша супруга. И когда этого Максима поймают, если дело дойдет до суда, наверняка он будет валить все на нее. Будет громкий скандал, шумиха в прессе, и поэтому я решил дождаться вашего согласия, прежде чем обращаться в полицию. Да, вы правы. Лучше обойтись без полиции. Но мне бы хотелось, чтобы ваш сотрудник был наказан. Ну что вы, про это даже не беспокойтесь. На этого парня и раньше были жалобы. Я обещаю вам, что легким испугом он просто не отделается. Хорошо. Еще один момент. Покажите мне, пожалуйста, результаты последних анализов и УЗИ моей жены. Да, конечно. Александр Петрович, а разве она писала на вас доверенность? Дело в том, что мы очень заботимся о конфиденциальности наших клиентов. Я понимаю. Покажите. Исключительно только для вас. Конечно. Выпрыгивай. Пап, а Рома в больнице надолго останется? Пока, до завтра. Беги в дом. Саша, ты пришел, а я ж тут плохо себя чувствую. Как это я чувствую? Интересно, от чего? Ну как это от чего? Вообще-то я только что чуть не потеряла ребенка. Да что ты. У тебя нет и не было никакого ребенка. Вот настоящие анализы. И я подаю на развод. Подожди, Саша, я тебе сейчас все объясню. Да не надо ничего объяснять. Хватит. Все, вот здесь уже. Побрякушки, которые я тебе дарил, можешь забрать и убирать себе отсюда. Твои вещи соберут и сообщат, когда за ними заехать. Саша, подожди, послушай, пожалуйста, выслушай. Просто я тебя очень сильно люблю. Я очень боялась тебя потерять, поэтому я тебе врала, ну прости. Про любовь даже не заикайся. А твоя ложь чуть не стоила жизни ребенку, моему ребенку. Чтоб я тебя больше здесь не видел, поняла? Саша, Саша, послушай, Саша, подожди! Саша! 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 Ну, хорошо! Не переживайте. Проходите, пожалуйста! Продолжение следует... Алисенька, иди сюда, к тебе гость пришёл. Какой гость? Ну, иди, иди, посмотри. Он ждёт тебя. Иди, иди. Там он, ждёт. Малыш, ты вернулся. Ты вернулся. Он вернулся. Мой любимый. Как я по тебе соскучилась. Малыш. А где мама? Ей кто-то позвонил, она отошла, а сейчас вернётся, наверное. Ну, как, Лена? Девочка моя такая маленькая, а уже столько пережила. Господи, хоть бы всё это прошло и забылось, как страшный сон. Как ваша жена себя чувствует? Она, конечно, виновата, но ребёнок... Нет никакого ребёнка. Как так? Что-то случилось? Нет, и никогда не было. Простите меня, пожалуйста, я бестактно лезу в вашу жизнь. Мамы так плохо. Да нет, ничего. Если подумать, я даже рад, что так всё сложилось. Теперь могу с детьми начать всё сначала. Попытаться создать для них. Нормальную семью. Ну, вот и Ирина Геннадьевна. Олечка, ну как, а мне всё в порядке? Не переживай, я правда её через стекло видела. Всё хорошо. Ну, слава богу. А мне твоя зоечка позвонила, побоялась тебя потревожить. Что ты так перенервничала. Вам нехорошо? Может, давайте я вас домой отвезу? Мам, правда, тебе нужно отдохнуть. Нормально, уже лучше. Тем более, вы меня с Алисой хотели познакомить. Ну, раз хотели, значит, познакомим. Поехали. Поехали. Алисонька, иди быстрее сюда. Смотри, кто приехал. Оля, папа! Привет, доченька. Прошу. Привет, моя хорошая. Алисочка, познакомься. Это Ирина Геннадьевна. Моя мама. Твоя бабушка. Здравствуйте. Здравствуй, моя солнышко. Какая красивая девочка. Ну что, идемте в дом. Папа, малыш вернулся. Какой малыш? Ну, тот щенок, который убежал. Да ты что? Правда, покажешь, где он? Пойдемте. Идем. Надо же. А что за щенок-то? Ой, целая история. Расскажу как-нибудь. Да, Ленка, конечно, молодец. Хотя не моя дочь, но сильная. В меня. Повезло ей. Сразу и донор нашелся, и богатая родня. Надо придумать, как развести ее папашку. Это хороший шанс, чтобы поправить наши дела. Ты думаешь, он даст тебе деньги? С какой стати? Ну, на лекарства для дочки он точно не поскупится? Да, он будет покупать лекарства, одежду. Может, и деньги давать, но Оле, а не тебе. К тому же, он воспитывал твою дочку. Так что он точно тебе ничего не должен. Ладно. Придумаю чего-нибудь. Ты не взбивай свою хорошенькую голову всем этим. А тебе понравилась другая девочка? Алиса? Мне плевать на всех девочек. Кроме тебя. Тамара, почему мои вещи на улице? Яна Владимировна, дайте мне пройти, пожалуйста. Тамара, вот я как, по-твоему, должна все это вывозить? Я что, грузчик, что ли? Александр Петрович запретил мне с вами разговаривать. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие мы все важны. Яночка Владимировна то, Яночка Владимировна сё. А теперь вот так мы разговариваем, да? Да, вот так. Значит, пусти меня в дом. Мне нужно посмотреть, всё ли ты собрала. Александр Петрович запретил вас спускать вот в этот дом. Между прочим, вы должны были приехать завтра, когда Александр Петрович будет дома. Так что скажите спасибо, что я ваши вот эти вот вещички собрала. Значит, Тамара, я тебя прошу по-хорошему, пусти меня в дом. А я прошу вас по-хорошему, покиньте вот эту вот территорию, или я позову охрану. Ах, вот так, да? Вот так, да. Гадина, а. Чёрт, 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 чёрт. Не понимаю, вот как я должна это всё собирать? Привет, красавица. А ты что, припёрся? Что, хочешь состричь бабла с Алика, да? Твой муж, или, правильнее сказать, твой бывший муж. Теперь поможет мне расплатиться со всеми долгами. Ведь я так долго заботился о его родной дочурке. Значит, слушай сюда. Если тебе удастся состричь бабок с Сашей, ты мне должен 50 процентов, понял? А ты не оборзела, дорогуша. Иначе я расскажу твоей жёнышке, что ты помирился с ней за деньги, понял? Ну, ты и стерва. Да. А ещё меня сволочью называла. Да. 30 процентов. 40. А лицо трещинками не пойдёт? Я сказала, 40! Ну что, сынок, как самочувствие? Да всё нормально. Правда, спину немного тянет. Сказали пить обезболивающее, и что скоро пройдёт. Давай, суперюкзак помогу. Давай, давай. Здравствуйте. Привет, Рома. Рада, что тебя выписали. Ну, как Лена? Ничего. Говорят, состояние стабильное. Отлично. Ну что, мы едем? Рома! У тебя? Я сейчас. На стоп, детки. Прошу. Проходите. Ой, здравствуйте. Ромочка, как ты себя чувствуешь? Да, всё в порядке. Спасибо. Ольга Васильевна, ваш супруг уже здесь. Рома, ты тогда иди к себе, отдыхай. Тамара Ильинична принесёт тебе перекусить. Да, а нам с Ольгой и Вадимом надо поговорить. Можно плащик? Спасибо. Кофе принести? Да, спасибо. Прошу. Приветствую. Ну что, присядем? Обсудим? Вообще-то, мне кажется, этот разговор немного преждевременный. Нужно дождаться, когда Лена полностью восстановится, чтобы дети могли участвовать в обсуждении. Я согласен. Но сейчас мы, по крайней мере, уже можем сказать спасибо Александру за всю вашу помощь. Это разумеется. Саша, ещё раз огромное вам спасибо за всём. Вы с Леной нам во всём помогли и всё это время так хорошо заботились о нашей с Олей кровной дочери. Наша семья вам очень признательна. И теперь мы готовы помогать вам со всеми детьми. Правда, любимая? Это каким же образом? Интересно. Ну, у меня не такой успешный бизнес, как у вас. Но все заработанные деньги я готов тратить на семью и детей. И ещё, я думаю, девочкам было бы полезно какое-то время проводить у нас. Всё-таки у нас полная семья, конфликты в прошлом. Поэтому девочкам было бы полезно находиться в семье, где все друг друга любят. Кстати, врач посоветовал санаторий, куда хорошо было бы отправить Лену после больницы. С мамой, конечно. Ты разговаривал с врачом? Да, сегодня заезжал. Я и в сам санаторий уже позвонил. Санаторий «Радуга». А вот их расценки. Ещё было бы неплохо сделать ремонт в комнате Лены к её выписке. Ну, чтобы не дышало пылью после больницы. Я уже всё посчитал, и завтра поеду в банк брать кредит. Фатик, опять кредит? Олешка, не переживай. Я оформлю его на себя. Причём возьму с запасом, чтобы досрочно погасить твой. Не нужно никаких кредитов. Я всё оплачу. Вообще-то я не к этому всё это говорил. Просто был немного не готов к двум дочерям. Ну, раз уж так получилось, я хотел бы нести ответственность за них наравне с вами. Ну, тем более, берегите деньги и не дарите их банкам. Ромка! Привет. Ну, как вы тут? Нормально. Только вот Вадим приехал, такой противный. Вадим приехал, потому что они с Ольгой должны пообщаться с папой. Да. Применяй Лену. Послушай, папа тебе никогда не отдаст. И Ольга плохого не сделает. Я просто боюсь, что я Лене не понравлюсь. И она не захочет делиться со мной мамой. Да брось ты. О такой сестре, как ты, можно только мечтать. Ты самый лучший брат! Ну, все, Зайц, не скучай, я скоро приеду. Пап, а можно мне вперед? Давай, только пристегнись. Ладно, поехали мы, если что, на связи. Хорошо, Вадик, аккуратней, пожалуйста. Не забудьте про уколы. Да-да. Саша, спасибо, что приехали. Ну, а как же, я не мог не приехать. Мы Лене пока еще ничего не говорили. Да и правильно. Я тоже считаю, что ей сначала нужно восстановиться, а потом уже скажем. Единственное, мне бы, конечно, было бы спокойнее, если бы в этот санаторий с ней поехали вы. Да, я понимаю. Но дело в том, что мы хотим сейчас сделать ремонт в комнате дочки. Мне нужно встретиться с мастером. А потом я обязательно сменю Вадима. И Лена хотела поехать именно с ним. Вы зря переживаете. Ну, будем надеяться. Да, кстати. Вот это подтверждение брони. Еще раз огромное спасибо вам за помощь. Да перестаньте уже меня благодарить. Это же и моя дочь тоже. Кстати, Алиса очень скучает по вам. Может, заедете к нам как-нибудь? Я тоже очень скучаю по Алисе. Да, конечно, я заеду. Сегодня. Как ты на сайте, это по-другому выглядела? Я вообще не верю этим фоткам с сайта. Сплошное вранье. Папа, главное, что ты на воздухе. Будем гулять, подлечиваться. Ну, просто отдыхать. Ну вот, такой номер. Я так рада, что меня наконец выписали. Чем займемся? Мне сейчас нужно медсестру найти. Ну, и всякие вопросы администрации порешать. А то отдыхай. Может, вместе пойдем? Я себя уже нормально чувствую. Не надо. Мы столько добирались, ты устала. Ложись, отдыхай, я скоро вернусь. И никуда без меня не уходи. Угу. Да, Павел Григорьевич. Я вам только что все перевел, как договаривались. Что? Подождите, я думал, это окончательная сумма. Это же грабеж. Да, я вас понял. И вам хорошего дня. Солныч, как бы раскрутиться дома. Спасибо. Привет. Привет. Ты не в духе? Что ты с девочкой? А все с ней в порядке. Здоровее многих. Я боюсь, она нас выдаст. Все-таки мелко еще. Переживай, я с ней договорюсь. Она меня обожает. И сделает все, как я скажу. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Она мне звонила, жаловалась. Я ей, конечно, наплел, прослуженный восстановительный период, все такое. Ну, что это ей заглянуть в интернет, чтобы понять, что к чему. Да ладно тебе, папа, ты же ведь не сердишься. Что? Влюбился, сыночек, да? Очень смешно. Тюрился? Ты на себя-то посмотри. А что мне на себя смотреть? Ты ведь сам тюрился в Ольгу. Давай, перестань глупости говорить. Глупости. Я вот не понимаю, как она живет с этим противным мужиком. Ну, Вадим отец нашей Алиски. Так что, хочешь не хочешь, а придется время от времени с ним контактировать. Так что, лучше привыкать потихоньку. А почему он, собственно, тебе не нравится? Ты же с ним не общался почти. Если честно, то я послушал ваш разговор. Тогда, еще после операции. Но, походу, только я понял, что Вадим разыгрывает свое благородство. Подождите, что значит ты подслушал? Весь разговор? Ну, да. Как тебе это удалось? Очень интересно. У меня там камера была. Камера у тебя-то была? Да. А где у тебя еще камера? Ну, и еще в паре мест. Ну, ты нормальный. Долго ты так шпионишь? Я не шпионю я. Я просто напрягся, когда Алиска вся психованная была. Вот и решил как-то выяснить, кто ее доводит. Да, нет, ну, цель, конечно, благородная. Но давай так. Поскольку теперь все в порядке, ты эти свои камеры, прослушки, что-то на тебя убирай. Договорились? Да я и сам хотел. Хорошо. Пристегнись. А ты? Не умничай. Хорошо. А вот и я. Это не санаторий. Тут есть только баня и бильярд. Зачем мы сюда приехали? Мы что, уманули маму? Да, Ленок, ты права. Это обычный пенсионат. И да. Я обманул маму и этого спонсора. Пойми, стоимость нескольких дней санаторий спасут меня. Мне сейчас очень нужны деньги. Я должен раскрутить свой магазин, чтобы не зависеть больше от чужого дяди. Я это делаю ради тебя и мамы. Не сердись. Я тебе привез медсестру. Она все умеет. Будет тебе делать уколы и все остальное. Но ты увидишь, тебе здесь понравится. А маме мы все объясним. Только не сейчас, ладно? Мама. Привет, мам. Устроились? Да, все хорошо. Не волнуйся. Да, я тоже тебя целую, родная. Пока. Простите, вам еще долго? Я почти закончил. А то мне по делам надо отъехать. Хорошо. Вадик, подожди. Дай разобраться. Я очень боюсь что-то напутать. Я ведь не медик. Вдруг ей станет хуже. Что мы делать будем? Да брось ты, Ленка. Идет на поправку. Я же говорил. Вообще, хватит о ней. Я соскучился. Ну, Вадик, подожди. И вообще, я подумал, раз уж у нас появился новый источник доходов, может, мы заведем своего ребенка? Ромка, пойдешь с малышом гулять? А то он просится. Слушай, погуляй сама. Мне надо кое-что удалить. Я попозже подойду. Давайте ваш плащик, Ольга Васильевна. Спасибо. Оля, Оля, привет! Алиса, ну ты человека с ног собьешь. Привет, моя хорошая. А ты пойдешь со мной с малышом гулять? Конечно, погуляем. И поиграем. Я по тебе очень соскучилась. Алиса, иди погуляй сама. Ольга Васильевна, пойдемте. мне надо вам кое-что показать. Мне надо кое-что показать. Ну ты не оборзел, дорогуша. Иначе я расскажу твоей жёночке, что ты помирился с ней за деньги. Понял? Ну ты и стерва. А еще меня, сволочи, называли. Да что ж такое происходит? Да. Спасибо. Извините, я вас снова звоню. Да? Здорово. 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 Куда же они все делись? Я разговаривала с Леной пару часов назад. Давайте отцу позвоним. Да, давай. Пап, привет. У нас тут... Да, да, Ольга Васильевна здесь. У него просто телефон был занят. Пап, у нас проблема. Я не понимаю, почему она вам не сказала? Я не знаю, может быть, Вадим ей что-то наплел. Оля, вы помните адрес этой девицы, с которой он жил? Нет. Хорошо, подумайте, куда он ее мог отвезти? Пап, в СМС об оплате Ольги Васильевны значится пансионат Солнышко, а не Радуга. Так. Вот, смотри. Их всего три с таким же названием. Молодец, сынок. Предлагаю не сидеть на месте. Давайте объедем их все. Алиса! Пап, пап! Лена пропала, да? Да, Солнышко, она пропала. Не переживай, мы ее обязательно найдем. Ты пока дома с Ромкой и Тамарой Ильиничной. Пап. Дома. Оля, в машине. Черт. Жень. Лена. 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 Леночка, боже мой. Леночка, что с тобой? Вставай, вставай, милая. Давай. Давай. Аккуратно, аккуратно. Давай. Потерпи, милая. Сейчас я тебе укол сделаю. Потерпи, милая. Да, срочно. У нее была пересадка костного мозга месяц назад. Подробностей я не знаю. Я просто соседка, я умею делать уколы. Да, именно его и вколола. Пансионат Солнышко, деревня Манихина. А что происходит? Если ты решил угробить девчонку, и тебе совсем ее не жалко, делай это без меня. Леночка, вставай. Вставай. Подевай тапочки. Куда ты с ней собралась-то? С меня хватит. Я с тобой в тюрьму не пойду, и никаких детей от тебя заводить не хочу. Чтобы ты их вот так потом бросил, сейчас приедет скорая, и мы подождем внизу. Пойдем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok